Через месяц, 24 мая, начнется предварительное голосование в партии «Единая Россия». Эта процедура позволит определить список кандидатов, депутатов Государственной Думы России и законодательных органов власти в субъектах страны. Регистрация кандидатов началась еще 15 марта. На сегодня в Чувашской республике для участия в предварительном голосовании зарегистрированы более 100 человек. В пятницу документы подала заместитель председателя Кабинета министров, министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Предварительное голосование в этом году проходит по самому открытому и демократичному сценарию. Принять в нем участие может любой гражданин России, член партии или беспартийный. Это позволит жителям Чувашии назвать достойных людей, которых партия выдвинет своими кандидатами на предстоящие выборы. Решение принято по согласованию с главой нашей республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Решение мной принято, конечно, совершенно осознанно, непосредственно связано с реализацией тех задач, которые у нас стоят. По реализации программы или стратегии, которые приняты у нас в Чувашской республике по социально-экономическому развитию. Я являюсь членом партии «Единая Россия» уже около 15 лет. И решение участвовать в предварительном голосовании, безусловно, и опыт моей работы в исполнительных органах власти дает понимание о системе, о подходах, которые могут быть эффективны при работе уже на федеральном уровне. Сегодня же участником предварительного голосования стал депутат Госдумы России Леонид Черкесов. Голосование будет электронным. Выбрать достойных можно, не выходя из дома, через портал госуслуг. Прием документов будет продолжаться до 29 апреля. Предварительное голосование за будущих кандидатов от партии на выборах пройдет с 24 по 30 мая. Татьяна Молокова, Павел Редков, Республика.